Вопрос 115. Положение, какое сложилось в храмах Московской Патриархии, что так они обмерщены, такое же в других поместных церквах? Отвечает Игнать Тихонович Лапкин. Хотя я отвечал, когда мы еще не были в миссионерских поездках, их-то не было. Понятно. Отвечает. Ответ. Я мало ездил по свету, но много встречался с теми, кто был в тех церквах. Положение точно такое же или еще хуже. В греческой церкви нисколько не считается зазорным, что священники и епископы курят табак в открытую. Точно такая же мертвенность. Нет проповеди о возрождении. Недавно ко мне приехал один из руководителей отделенных баптистов. Очень ревностный. Просто героический. Рассказал о том, как живут переехавшие из фрунзы баптисты в Америке. Я объясняю, кто. Иван Данилович Кошмирчук. Через пять лет они полностью разложились все до единого. И даже те, которые по несколько сроков здесь отсидели в лагерях за слово Божие, они не устояли перед соблазном золотого тельца. Я сам был в Америке, выступал в разных городах перед верующими православными баптистами и подтверждаю, что это так. Очень жаль. Когда из Советского Союза стали эмигрировать немцы-баптисты на свою историческую родину в Германию, то эти советские баптисты, как их там называли, были не в пример тамошним. Более ревностные. И когда эти приходили в собрания к тем, ибо в одном здании проводят свои собрания, то те разгоняли дым табачный из молитвенного здания, чтобы эти их не судили. И при том, там не так раскаяние принимается у вновь обращающихся, но просто провозглашает руководителя. Кто хочет покаяться, поднимите руку.